Привет всем! Меня зовут Юля, рада видеть вас на моем канале о рукоделии. И сегодня, наконец, настал день, когда вы узнаете задание для второго этапа. Да-да-да-да-дам! В состав идейной группы для организации второго этапа вошли такие участницы. Это Ирина Глонина, Лена Устименко, Оля Сашина и Анастасия Рынашко. Спонсоры нашего проекта интернет-магазин Бобин, творческая мастерская Ровные Петельки и рекламное агентство Твердый Знак. А также Добрая Фея Оля под ником на ютубе Северное Вязание. Ну что, вы готовы? Мы долго думали, ну как, не мы лично, а первая группа совещалась, долго думала. И сначала мы решили связать чехлы. Были идеи связать автомобильные чехлы, но мы подумали, что это достаточно банально. Поэтому мы решили связать чехлы на холодильник. На холодильник или на микроволновку. То есть на предмет кухонной утвари, да, кухонного интерьера. Задание непростое. Конечно, большое. Я не знаю, успеете ли вы за две недели это связать. Но надеюсь, что у нас все получится и вы подойдете с фантазией к этому заданию. Пряжу можно использовать любую. Конечно же, спицы, крючок, все что угодно. Выбираете холодильник, микроволновку, может быть на мультиварку. Там, какие у нас еще есть предметы. В общем, на какой-то предмет кухонного интерьера. Вяжете чехол. Ян, согласитесь, вы сейчас повелись, да? Вы так за сердце уже начали хвататься, а? Конечно же, нет. Конечно же, мы не будем вязать чехлы на холодильник и на микроволновку. Но скажу вам, что от кухонной темы мы далеко не уйдем. И кодовое название второго этапа связано со вкусом. Так, ну что в вашей голове уже начали появляться фантазии, что же это? Так вот, совещаясь с девочками первой группы, мы решили, что это задание будет связано с разного рода вкусняшками. Давайте сразу определю, какие это могут быть изделия. Это может быть все, что угодно. Это могут быть вязаные игрушки в виде каких-то продуктов. Да, там фрукты, овощи, ягоды, пирожные. В общем, все, что угодно. Это может быть одежда. Кофточка, например, какой-то аппликацией, там, пироженки. То есть, либо шапочка тоже в виде пироженки или чего-то еще. Это может быть счетный материал для тех, у кого есть маленькие детки. Это очень актуально, да, навязать маленьких игрушечек в виде, там, морковок, окуречков и так далее. Это может быть какая-то обувь, предметы интерьера. В общем, все, что угодно, но главное, чтобы это было связано с едой. Если в первом задании мы давали конкретные изделия, то здесь мы решили дать еще больший простор для фантазии и просто задать тему. А тема это как раз кулинария у нас будет. Что еще это может быть? Это могут быть фартуки, какие-то полотенчики вы свяжете, кухонные салфетки, прихватки, подставки под горячее. В общем, все, что угодно. Главное, чтобы это было связано с кулинарией, с едой и, в общем, со всеми остальными вкусняшками. Правила у нас остаются те же. Вы используете любые материалы, крючок, спицы, все, чем вам нравится, тем вы вяжете. Также у нас дается две недели на задание. 20 мая у нас будет отчетный день. В течение всего дня до 00 по московскому времени вы выкладываете свой отчет. И чтобы у нас с вами не возникло путаницы, как в этот раз, давайте говоримся, что все ссылки на свой отчет оставляйте в группе ВКонтакте. Потому что в этот раз у нас получилось, что почему-то многие забыли, где надо оставлять, что под видео. Поэтому все оставляйте ссылки на свой отчет с указанием номера. Не забывайте указать номер в группе ВКонтакте. Там тоже будет у нас тема второго этапа. Вы туда заходите и пишите свои данные, чтобы нам всем было проще вас найти и посмотреть ваше видео. Надеюсь, что это задание вы также воспримете хорошо, тепло и душевно. Будем вязать вкуснотищу. Скоро лето. Разные фрукты, ягоды и овощи очень актуальны. Ну а сласти все любят. В конце видео я вставлю вам немного вдохновляющих картинок, чтобы вам было более понятно, на что ориентироваться, в какую сторону смотреть, двигаться, в каком направлении. Надеюсь, что у нас все получится. Никто сильно не расстроится. Опять же, помним, что это не соревнование. И мы с вами просто вяжем вместе. И помним, что эта вещь должна быть в будущем у вас применима. То есть, не вяжите так, чтобы вот только бы связать для этапа, показать и все, и ладно. Постарайтесь связать такую вещь, чтобы вы могли ее в дальнейшем в своей жизни использовать. Если это одежда, то носите. Если игрушки, чтобы там ваши дети играли. Или какой-то предмет интерьера. В общем, все что угодно. Вот, например, посмотрите. Я своей дочке начала, ну, уже давно я начала вязать такой продуктовый набор. Пока в нем есть только капуста. Вот, крючком я вязала. Это вязаная капуста. Еще у меня в процессе начата морковка. То есть, можно связать что-то типа этого. Ну, естественно, когда, я просто планирую, когда дочка подрастет, я думаю, ей будет очень интересно такими играть игрушками, например, там, в магазин или еще что-то. Вот. Ну, и, конечно, это приятно, что они сделаны своими руками. Если у вас остались еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Стараюсь вам все ответить, рассказать. На этом у меня сегодня все. Удачи вам во втором этапе. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Кто там? Я вот вообще жить не могу без конфеток. Жизнь без конфеток. И шоколадок невозможно.